Девушки отдыхают Девушки отдыхают И все, что я буду изучать сегодня Станет плотью в моей жизни И я принесу множество плода И великую славу Богу Во имя Иисуса Христа Аминь Отец, помажь это слово И пусть это помазанное слово Помазанное Духом Святым Войдет в наши сердца Именем Иисуса Христа Я связываю Всякий дух порабощающий разум И не дающий слушать Слово Божье Прямо сейчас Всякий дух немощи Всякий нечистый дух контроля Связываю во имя Иисуса Христа И провозглашаю благодать на благодать И помазание Святого Духа Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий скажет Аминь Псалом 91 И три стиха мы прочитаем отсюда 9, 10, 11 Ты, Господи, высок вовеки Ибо вот враги Твои, Господи Вот враги Твои гибнут И рассыпаются все делающие беззаконие А мой рог Ты возносишь как рог единорога И я умощен свежим елеем Это царь Давид Псалмопевец Он говорит, рог мой ты возносишь Как рог единорога Который смотрит вверх На кого указывает этот рог? На Господа Превознесенного Он говорит, я умощен свежим елеем Послушайте внимательно Для того, чтобы быть в свежем елее Или для того, чтобы свежий елей сходил на нас Нам нужно нести в себе Слово Божье И иметь общение с Духом Святым Если мы хотим, чтобы свежее помазание Прибывало на нас и приходило от Господа Нам нужно делать определенные вещи Которые сказал Господь в своем слове Иной раз нам нужно поститься Иной раз нам нужно, может быть, больше помолиться Послушайте, молитва и пост Никогда не давались Для того, чтобы получить что-то Молитва и пост Даны человеку для того, чтобы приблизиться к Господу А мы знаем, что Господь Он помазанный Бог Мы знаем, что Господь Он агнец Помазанный Ищуа о машиях И каждый раз, когда мы приближаемся к Нему Как мы приближаемся к Нему? Мы начинаем Прибывать в Его слове Мы начинаем принимать Его слово Внутрь нашего сердца Мы начинаем иметь общение с Духом Святым То есть молиться Послушайте Апостол Иуда говорит об этом Он говорит Молитесь Духом Молитесь Духом Молитесь Духом Давайте посмотрим Послание Иуды 20 стих Аллилуйя Слава Господу 20 стих А вы, возлюбленные Назидая себя на святейшей вере вашей Молясь Духом Святым 21 Сохраняйте себя в любви Божией Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа Для вечной жизни Послушайте Вы, возлюбленные Назидая себя на святейшей вере Вера приходит От слышания А слышание Нам нужно Пребывать в вере Потому что вера угождает Богу Потому что только через веру Мы можем ходить в помазании А для того, чтобы вера Она была действенной Потому что вера без дел мертва Мы должны прежде всего Укорениться в Слово Божие И дать Слову Божьему Прибыть в нас И начинать молиться Духом Не разумом только Но Духом Святым То есть Мы должны просить Господа Чтобы Он нам дал Дар Святого Духа Дар моления Молитвы на языках Вы знаете Я заметил в своей жизни Чем больше я молюсь На языках иных Чем больше я Пребываю в Духе Чем больше я Начинаю размышлять о Слове Я просто размышляю Я беру какой-то стих И размышляю о Слове Я просто размышляю Послушайте Я размышляю Я обновляю свой разум Словом Божьим Я читаю Слово Божье И начинаю размышлять Об этом Слове И начинаю Вдруг открываются Духовные глаза мои Я начинаю видеть Как это Слово Может сработать В моей жизни Для того Чтобы оно было Действенно В жизнях тех людей Которым я его проповедую Послушайте Мы должны позволить Слову Божьему Настолько наполнить нас Чтобы все твердыни В нашем разуме Который построил Дьявол Который сами мы построили Были разрушены Чтобы помазание Божье Могло течь Через нас И когда я больше Пребываю В Слове Божьем И размышляю О Слове Божьем Я просто могу смотреть Даже новости По телевизору Что происходит в мире Но размышлять О каком-то стихе Размышлять О каком-то псалме Размышлять О каком-то послании С Нового Завета И что-то происходит Внутри меня И я начинаю потом Молиться Духом Святым И помазание Начинает возрастать На моей жизни Помазание Начинает расти И я могу сказать Я умощен Свежим елеем Есть определенные Инструменты У Бога Которые Он дал Человеку Для того Чтобы помазание Возрастало Кто-то слышит меня Я не называю Духа Святого Инструментом Но я говорю Что Слово Божье Это инструмент В руках Духа Святого Для того Чтобы изменить И обновить нас Чтоб помазание Возрастало На нас И внутри нас Аминь Хорошо Вы поняли Что нужно иметь Внутри Слова Это не просто Нужно иметь Слово Которое ты услышал От кого-то Слово Божье Именно Именно информацию От Бога Лично для тебя Кто-то слышит меня Информацию Для Бога Лично для тебя Потому что Информация От Бога Слово Божье Лично для тебя Дает тебе Ведение И цель Понимаете Да И когда у тебя Есть это Ведение У тебя Эта цель Есть Ты начинаешь Молиться за это Помазание Возрастает На твоей жизни Ты целенаправленный Человек Целеустремленный Ты знаешь Куда ты двигаешься Ты не просто так Проживаешь эти дни На этой земле Ты не просто так ждешь Пока Господь придет И заберет тебя На небеса Библия говорит Что во Христе Иисусе Он соединил Небесное и земное Через тебя Небеса являются Помазание Это когда Сверхъестественные Дела Божьи Начинают происходить В твоей жизни Это когда Невозможное Человеку Происходит В жизни человека И явно видно Что это Сверхъестественные Силы Бога Аллилуйя Вы понимаете Поэтому Иисус Сказал Вы Примите силу Когда на вас Сойдет Дух Святой И будете мне Свидетелями В Иерусалиме В Иудее Самарии И даже до краев Земли Вы понимаете Все это Дается нам Не для того Чтобы мы сидели Так комфортно В церкви У себя дома Это для того Чтобы стать Свидетелями И прославить Господа Иисуса Христа Это для того Чтобы когда ты говоришь Господь живой Чтобы это работало В жизнях людей Когда ты возлагаешь руки Чтобы люди Исцелялись Когда ты Изгоняешь бесов Чтобы они Послушались Эти бесы И оставляли Жизни людей Это очень важно Это не просто так Болтовня Это реальное Присутствие Божье В нашей жизни Это подтверждение Того Что Бог Помазанный Агнец Живет Внутри нас Духом Святым И Он Помазал нас Для определенных Действий Аминь Давайте посмотрим Третье царство Третье царство Аллилуйя И вошел Он там В пещеру И ночевал В ней И вот было К нему Слово Господне И сказал ему Господь Что ты здесь Илья Он сказал Возревновал я Господи Боги Саваофи Ибо сыны Израилевы Оставили завет Твой Разрушили Твои жертвенники И пророков Твоих Убили мечом Остался я один Но и моей Души ищут Чтобы отнять ее И сказал Выйди И стань На горе Пред лицом Господнем И вот Господь Пройдет И большой И сильный Ветер Раздирающий Горы И сокрушающий Скалы Пред Господом Но не в ветре Господь После ветра Землетрясение Но не в землетрясении Господь После землетрясения Огонь Но не в огне Господь После огня Веяние Тихого ветра Послушайте Многие из нас Пренебрегаем Этим веянием Тихого ветра Но именно там Присутствует Бог Когда ты в тишине Ожидаешь его Ты должен иметь В себе Слово Божье Ты должен молиться Духом Но ты также должен Научиться Ожидать Господа Пока он не придет Слушайте внимательно Ты должен Научиться Ожидать Господа Пока он не придет Послушайте Это очень интересно Это прообразы Здесь Слово Божье Этого времени Когда придет На него Помазание Двойное Еще раз Вы слышите меня Он был в тишине Он служил Мужу Божьему Пророку Илье Написано Что он поливал Ему на руки Когда цари собрались И шли на войну Один из царей Царь Иудейский Спросил Есть ли здесь пророк Чтобы вопросить Нам его Написано Там есть здесь Елисей Сын Сафатов Который поливал Который поливал С кувшина На руки Илье Илье Понимаете Этот человек Он не просто Бежал впереди Паровоза Он не просто Хотел занять Какое-то место В служении Он не просто Знаете Ему было без разницы Кто что думает И ходил по головам Людей Он ждал Ожидал Своего времени Научитесь Ожидать Научитесь Ожидать От Господа Там ли В своей комнате Как сказал Иисус Зайди Закрой Свою дверь И помолись Отцу Который втайне Отец Который втайне Воздаст тебе Явно Или в служении Или научитесь Ожидать Ожидать Бога Иной раз Бог не приходит Приметным образом Когда его спросили Как Царство Божие придет Он говорит Не придет Приметным образом Внутри вас есть Царство Божие Так и Бог Он говорит Иной раз Нежно Тихо Но нам нужно Успокоиться Для того чтобы Услышать его И он скажет нам Важные вещи Важные слова Которые принесут нам Свежий елей И двойное помазание Кто-то слышит меня? Аллилуйя Аминь Все Илья Илья закрыл 13 Лицо свое Милотью Своею И вышел И вышел И вышел И стал у входа В пещеру И был к нему Голос И сказал ему Что ты здесь Илья? Он сказал Возревновал я Господи Боги Саваофи Ибо сыны Израилевы Оставили завет Твой Разрушили Жертвенники Твои И пророков Твоих Убили мечом Остался я Один Но и моей Души Ищут Чтобы отнять Ее И сказал Ему Господь Пойди Обратно Своею Дорогу Через пустыню В Дамаск И когда придешь То помаш Озаилов Царя над Сирией А Иуя Сына на Мессии На помаш Царя над Израилем Елисея же Сына Сафатова Изавил Мехол И помаш Пророка Вместо себя Кто убежит От меча Озаилова Того умертвит Иуй А кто спасется От меча Иуева Того умертвит Елисей И теперь слушайте Внимательно Помазание Дается нам Для определенных Богом действий В нашей жизни И в жизни Тех людей Кому пошлет Нас Господь Помазание Это не для игр Помазание Это не для того Чтобы вот только Отдыхать в церкви И как нам хорошо Здесь И как нам здесь Приятно И мы уже Вот уже Вот уже 10-15-20 лет Исцеляемся Все время От этого присутствия И помазания Божьего Нет Помазание У него есть цель Бог дает Помазание Потому что Есть цель Для этого Это цель Это помазание То есть Дается нам Для определенных Богом действий Бог определил Какие-то действия И понимает Что человеку Они невозможны И поэтому Он дает Сверхъестественное Помазание Свое Для того Чтобы решать Эти вопросы Для того Чтобы была явлена Его сила На этой земле Аминь Аллилуйя Это Вы должны знать Это Это очень важно Аминь Например О чем я говорю Четвертая глава Царств Четвертая царств Четвертая глава Да Я не иду туда Там написано О женщине Которая пришла И обратилась К Елисею И сказала Слушайте внимательно Она сказала Вот Муж мой Умер А ты знаешь Что он любил Господа И вот пришел Теперь Этот человек Богатый И он хочет Забрать Сыновей Моих На службу Себе Как рабов Он говорит Что у тебя есть Она говорит Ничего Кроме Там Бутылочки Масла Он говорит Иди набери Сосудов У всех соседей Своих Закрой за собой Дверь И набирай 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 Масло Набирай Масло Набирай Масло Это духовные Прообразы Иной раз Нам нужно Пребывать В ожидании Набирать Масло Набирать Масло Еще раз Я возвращаюсь Размышлять О слове Божьем Молиться Духом Святым Пребывать В ожидании Ждать Что Господь Скажет нам Набирать Масло Наливать Масло Вы знаете Что эта женщина Пока Ей сын не сказал Что закончилось Масло Не остановилось Она наливала И наливала Двойное Помазание Аллилуйя Слава Господу Послушайте Внимательно И потом Она пришла Елисею Говорит Вот Масло У меня есть Он говорит Иди продай И раздай Долги Цель У помазания Есть цель И живи Потом Что останется Живи ты И твои дети И твои сыновья На остальные деньги Я хочу вам сказать Помазание Не просто Преображает нас Помазание Дает нам Мудрость Разобраться С долгами Кто-то слышит Меня Аллилуйя Помазание Дает нам Мудрость Разбираться С долгами С нищетою И так далее Тому подобно Также в Иоанна 6 главе С 9 по 12 стих Мы видим Как это помазание Сработало Которое было На Иисусе Христе Этот мальчик Он отдал Свои две Сколько там Два Пять хлебов И две рыбки И Иисус Помолился И за помазание Пришло размножение Хлебов И умножение Рыб Аминь И знаете Что Иисус сказал Когда они поели Теперь все Соберите Чтобы ничего Не потерялось Вы знаете Помазание Не нужно Терять Поэтому Библия говорит Что Ну Не бросай Свиньям Этот Как там Бисер И Пред псами Жемчугом Не давая Не нужно Помазание Разбрасывать Кто Не собирает Со мной Сказал Иисус Христос Тот Расточает Если ты хочешь Помазание Потому что Ты эгоист Потому что Это только для тебя Ты хочешь Исцеляться Все время Тебе Хоть Чтобы тебе Было хорошо Ого Аллилуйя Все Значит ты Не собираешь С Иисусом Христом У помазания Есть цель Определенная цель Есть у помазания Божьего Понимаете Это не просто так Если Иисус Помазывает Нас Он помазывает Нас Для определенного Служения Ему А если вы Не хотите Служить Ни ему Ни людям Его То помазание Не дастся вам Сколько бы Вы не просили Поэтому В некоторых Служениях Есть чудеса И знамения Есть исцеление Есть сила Божья А в некоторых Как сказала сегодня Моя жена Ну говорит Для того Чтобы держать людей Им же нужно Говорить Что это только было Во времена Павла Во времена Петра Ну как-то же Нужно людей удержать Разве Бог Он изменился? Бог не изменяется Он вчера Сегодня И во веки Тот же Аминь Разве Бог Изменился? Разве Богу Нам нужно Обновлять Свой разум? Нужно Или нет? Нет А кому Нужно? А что Не дает Нам Пребывать В этом Помазание И двигаться В нем? Твердыни Человеческие Твердыни Сатанинские Твердыни Построенные В нашем Разуме Когда мы Видим Силу Божью Мы Начинаем Размышлять Это нормально Откуда Это от Бога Или от дьявола Это нормально Но Иисус Христос Сказал Что нам Нужно Опасаться Говорить Против Духа Святого Послушайте Внимательно Когда мы Говорим Против Людей Помазанных Духом Святым И когда мы Говорим Против Действий Которые Производят Производит Бог Через Людей Духом Святым Мы Говорим Против Духа Святого Нам Нужно Остерегаться Этого Поэтому Иисус Сказал Не судите Раньше Времени Нужно Быть Очень Аккуратным Если Ты Не Ходишь В Помазании Как Ходят Другие Тебе Не Нужно Судить Тебе Просто Нужно Смириться И Может Чему То Научиться Через Эти Людей Если Тебя Это Не Интересует Просто Остав Это В стороне И Иди За Своим Богом Которого Зовут Иисус Христос И Делай То Что Он Говорит Тебе Делать Аминь Халилюя Давайте Пойдем Дальше Третье Царство 19 Глава Мы В той же Пошел Он Оттуда И Нашел Елисея Сына Сафатова Я хочу Чтобы Вы Обратили Внимание Здесь Все Наоборот Бог Ему Сказал Помаш Царя Над Послушайте Помаш Царя Над Дамаском Помаш Царя Над Израилем И Помаш Вместо Себя Пророка И смотрите Пророк Илия Отдает Предпочтение Не Царям Тяжело Это Понять Пока Бог Не Откроет Ты Этого Не Поймешь Он Дает Предпочтение Служению Прежде Всего Хотя Безусловно Бог Помазывает И царей И других Людей Для Определенных Действий Но Пророк Илия Приходит И Прежде Всего Встречает Елисея И говорит Следуй Пойдем За мной Как Иисус Сказал Ученикам Он Кидает На него Свою Милость И Слушайте Сюда Давайте О Елисея Немного Давайте О Елисея Он Орал Двенадцать Пар Волов Было У него И сам Он Был При Двенадцатой Люди Которые Которые Хотят Быть Помазанными Они Должны Знать Что Бог Не Помазывает Лентяев Этот Человек Был Работоспособным Он Работал Петр Иоанн Яков Они Работали Иисус Пришел И призвал Их Они Работали Вы понимаете Что Бог Не Поощряет Лень Никогда Бог Не придет К ленивому Человеку И не Призовет Его На служение И то есть Не помажет Его Для служения Никогда 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 Такого Не было В Библии Даже Когда Он Помазал В шестой Главе Судей Как его Звали 300 человек Которые Пошли С ним Гедеона Он 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 Был Работоспособный Он Работал Человек Он Не Был Лентяем Хотя Он Был Сыном Знатного Человека Елисей Был Сыном Знатных Людей У них Был Свой Бизнес Определенный Но Он Работал Понимаете Да Поэтому Если Вы Хотите Что Бог Помазал Вас Отвергните Лень Это Очень Важно Бог Не Помазывает Ленивую Плоть Ой Кто-то Слышит Меня А для Того Чтобы Мы Не Были Ленивы Нам Нужно Бодрствовать Аллилуйя Я Сегодня В Помазании Послушайте Он Отдал Предпочтение Ему И Слушайте Вот Что Этот Человек Делает Или Проходя Мимо Него Бросил На Него Мило Свою И Оставил Елисей Волов И Побежал За Или И Сказал Позволь Мне Поцеловать Отца Моего И Мать Мою Я Пойду За Тобой Он Сказал Ему Пойди И Приходи Назад Ибо Что Я Сделал Тебе Он Отойдя От Него Взял Пару Волов И Заколол Их И Зажег Шипл Лук Волов И Сжарил Мясо Их Раздал Людям И Они Ели И Сам Стал И Пошел За Или И Стал Служить Ему Слушайте Интересный Момент Человек Знал Что Такое Личная Жертва Ему Никто Об этом Не Говорил Его Призывает Я Вам Хочу Сказать Одну вещь Иисус Христос Сказал Кто Хочет Следовать За Мной Отвергни Себя Возьми Свой Крест Следуй За Мной Это Личная Жертва Ты Хочешь Быть Помазан Это Нормально Но Есть Личная Жертва Есть Твой Личный Вклад Есть В завете Отношения И В завете Есть Твое Есть Его Которое Намного Превосходнее А Есть Твое Твое Это Отдаться Ему Это Как Сегодня Мы Слышали Не Переживать Не Заботиться Отдаться Ему На Все Сто Он Позаботиться Аминь И Вот Он Берет И Приносит Жертву Раздает Людям И Следует За Ильей И Слушайте И Стал Служить Ему Я Верю Всем Своим Сердцем Когда Милость Сошла На Него Он Уже Принял Сво Призвание До Начало Мира Еще Наверное Принял Но Вы Понимаете О чем Я Говорю Уже Определенное Помазание Пророческое На него Сошло Вы Понимаете О чем Я Говорю Определенное Помазание От Ильи Приходило На Жизь Елисея Но Он Слушал Он 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 Был Человеком Ожидание Он Служил Мы Ж Служа Себе Хотим Получить Что-то От Него И Еще Много Раз Мы Хотим Чтобы Пастырь Был К Этому Причастен Я Хочу Вам Сказать Что Когда Я Вижу Что Люди Служат Себе Я Никогда Не Буду Причастен Чтобы Помазывать Их На Какие Служения С Этого Дня И Более Я Сам Здесь Не Пришел Чтобы Служить Себе И Чтоб Вы Мне Все Служили Я Здесь Чтобы Служить Ему И Вам Понимаете Это Очень Важно Не Может Быть Такого Не Бывает Служение Ради Служение Все Служения Даны Ради Человека Ради Людей Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Чтобы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизвечную И Не Пришел Сын Божий Сын Человеческий Для Того Чтобы Служили Ему Но Пришел Чтобы Послужить Другим И Спасти Многих Помазание Дается Для Определенной Цели Для Определенных Действий Помазание Дается Чтобы Когда Ты Встал И Пошел За Богом В Послушании И В Любви Двери Перед Тобой Открывались Это 45 Глава Исаии Почитайте О Помазаннике Кири Халилюя Когда Он Согласился Построить Дом Богу В Иерусалиме Тогда Бог Сказал Я Открою Пред тобой Я Раскрою Эти Засовы Открою Их Все эти Медные Железные Запоры Сломаю Все Просто Я сам Приду В своей Славе Ты Увидишь Мое Помазание А мы Хотим Не служа Никому Не делая Ничего Сидя На месте Чтобы Бог Помазывал Нас И чтобы Все было Классно Аллилуйя Аминь Нет Это Не так Но когда Ты примешь Решение Служить Господу Богу Твоему Любя Его Всем Сердцем Всей Душой Всем Разумением И всей Крепостью Своей И любя Ближнего Своего Как Самого Себя Тогда Невероятные Вещи Начнут Происходить В твоей Жизни Тогда Это Помазание Будет Открывать Пред тобой Двери И ты Сам Будешь Удивляться Я же Не мог Этого Сделать Да Ты Не мог Но Бог Может Все Иисус Сказал Невозможное Человеком Возможно Богу Понимаешь Ну ты Ты же Себя Не Спасал Ну ты же Не мог Себя Спасти Точно Так же Когда Ты Выходишь На Служение Господу Поэтому Я вас Призываю Служить Детям Когда Выходишь На Служение Богу Ты Многое Не Понимаешь Иной Раз Ты Иной Раз Многого Не Можешь Сделать Но Бог Будет Совершать Потому Что Бог Сказал Служащие Мне Я Благословлю Их Хлеб Их Воду О Аллилуйя Сегодня Присутствие Божие Здесь Я Верю Что Дух Святой Говорит Кому То Из нас Мы Не Можем Быть Номинальными Верующими Номинальными Мессианскими Верующими Номинальными Христианами Христианами Мы Не Можем Этого Делать Знаете Номинальные В Царство Божие Не Войдут Вы Понимаете Поэтому Мне Не Хотелось Бы Когда То Чтобы Кто То Из Нас Остался На Земле А Потом И Пошел Туда Куда Ты Не Хочешь Слышать Бог Приготовил Небеса Помазанный Агнец Умер За Тебя И Меня Аминь Послушайте Елисей Елисей Получил Двойное Помазание Для Чего И Почему Третье Царство Опять-таки Та же Глава 19 Первые Три Стиха И Пересказала Хав Изавели Все Что Сдел Илья И то Что Он Убил Всех Пророков Мечом И Послала Изавель Посланца К Или Сказать Пусть То И То Сделает Мне Бог И Еще Больше Сделать Если Я Завтра К Этому Время Не Сделаю С Твоей Душою Того Что Сделано С Душою Каждого Из них Увидев Это Он Встал И Пошел Чтобы Спасти Жизнь Свою И Пришел В Версавию Который В Иудее И Оставил Отрока Своего Там Послушайте Почему Бог Помазал Елисея Двойным Помазанием Потому Что Бог Знал С чем Ему Придется Столкнуться На Этой Земле Послушайте Илья Это Прообраз Иисуса Христа Елисея Это Прообраз Церкви Теперь Будьте Со Мной Очень Внимательны Иисус Христос Сказал Кто Следует За Мной Кто Верит В Меня Он Сотворит Более Нежели Я Потому Что Я К Отцу Моему Небесному Иду Это Написано В Иоанне В 14 Главе В Илья Оставляет Двойное Помазание Елисей Просит Елисей Даже Не Понимая Говорит Дух Который В Тебе Илья Пусть Будет На Мне В Двойне Слушайте Это Очень Серьезная Проповедь Я Не Хочу Ее Просто Вот Так Закончить И Все Очень Внимательно Слушайте Елисей Встретился С проблемой Которую Не Мог Преодолеть Илья Иисус Преодолел Эту Проблему Потому Что Иисус Господь Но Илья Не Мог Преодолеть Эту Проблему И Он Убежал Он Испугался И Теперь Нужно Двойное Помазание В Израиле Для Того Чтобы Слово Которое Сказал Господь Через Пророка Исполнилось Над Домом Ахава Чтобы Они Все Рухнули Чтобы Этот Дом Исчез Потому Что Поклонялся Ваалу Поклонялся Всяким Идолам Бесовским Духом Слушайте Дух Изавели Он Очень Серьезный Серьезный Дух Сатаны Он Когда Он Извне Влияет Это Еще Нормально Но Когда Он Внутри Церкви Начинает Действовать Это Очень Опасно И Я Решил Что Я Буду Очень Серьезно Разбираться С Духом Изавели Очень Серьезно Послушайте Дух Изавели Это Дух Подделки Дух Изавели Это Дух Подделки Когда Моисей Говорил Бог Говорил Моисею Моисей Объяснял Арону Насчет Масла Помазания Он Говорит Не Делайте По составу Его Ну Не Пытайтесь Сами Подделать Помазание Дух Изавели Одно Из Действий Этого Духа Подделать Помазание Подделать Помазание И Бог Осуждает Это Дух Изавели Это Дух Контроля Дух Осуждения Дух Бунта Бунта Против Против Власти Жена Против Мужа Когда Жена Начинает Бунтовать Против Мужа Я знаю Что в ней Действует Дух Изавели Слушайте Внимательно Бунта Против Пастора Бунта Против Пример Министра Или Властей Которые Стоят Здесь На земле Которые Поставил Бог Потому что Павел Говорит В римлянах Все Власти От Бога Павел Говорит Такое Дух Изавели Это Дух Бунта Дух Самовыдвижения И Дух Волшебства Люди Пытаются Самовыдвигать Себя Люди Пытаются Выдвинуть Себя Чтобы Их Увидели У них Нет Ожидания Это Дух Изавели Они Лезут Всегда Вперед Они Всегда Кого-то Осуждают Они Всегда Недовольны Они Всегда Ропчат Они Всегда Бунтуют Всегда Все Не В Порядке Искореняй Дух Изавели Изнутри Себя Уничтожай Его Молись Об Этам Да Помилует Бог Тебя Потому что Бог Ненавидит Этот Дух Этот Дух Действовал В Сауле В Царе Когда Он Пришел И Вместо Самуила Принес Жертву И Самуил Скал Непослушание Это Как Волшебство Кто-то Слышит Меня Вы Можете Сейчас Определять Действует Ли Этот Дух Вашей Жизни И Для Того Чтобы Этот Дух Пал Нам Нужно Двойное Помазание А чтобы Двойное Помазание Пришло Нужно Принять Слово От Господа Молиться Духом Святым Возненавидеть Грех До смерти Возненавидеть Это состояние Драгоценное Потому что Этот Дух Не только Удручает Людей Которые В нем Действуют Он также Удручает Через них Их семьи Их служения И Всех Людей Которые Вокруг Атмосфера Становится Тяжелой С такими Людьми Тяжело Общаться С ними Не хочется Общаться Иногда Не хочется С ними Говорить Просто Тяжело Говорить С ними Потому что Через Слово Обвинение Понимаете Это Дух Изавелии И это Дух Который Противостоит Противостоящий Истинному Пророчеству Слушайте Внимательно Откровение Вторая Глава С восемнадцатого Стиха Написано Там Откровение Вторая Глава С восемнадцатого Стиха И ангелу Феатирской Церкви Напиши Так говорит Сын Божий У которого Отчи Как пламень Огненный И ноги Подобны Халкаливану Слушайте Огонь Огонь Вот почему Он здесь Обращается К ангелу Этой церкви И напоминает Об огне Потому что Огонь Сжигает Помните Илья Если я пророк Пусть огонь Сойдет С неба Потому что Потому что Потому что Эти люди Пришли От царя Ахава Кто-то Слышит Меня А там Действовал Дух Изавели И вот Иисус Говорит Сын Божий У которого Отчи Как пламень Огненный И ноги Подобны Халкаливану Знаю Твои дела И любовь И служение И веру И терпение Твое И то что Последние дела Твои Больше первых Но имею Немного Против тебя Немножко Потому что Ты попускаешь Жене И Изавели Называющей Себя Пророчицею Учить И вводить В заблуждение Рабов Моих Любодействовать И есть Идоложерственное Многие Здесь ошибаются Думают Любодействовать Это значит Она спала С ними Нет Любодействовать Это значит Изменять Господу Это значит Действовать В духе Прорицания А не Истинного Пророчества Потому что Есть Пророчество Истина Это 19 глава Откровение 10 стих Который говорит Что свидетельство Иисусова Есть дух Пророческий А есть Дух Прорицания Когда человек Думает Что он Двигается Под помазанием Пророческим На самом деле Он двигается Под сатанинским Облаком Зла И он Начинает Такое Пророчествовать Что Мама Не горюй И когда Люди Говорят Наоборот Не так Как говорит Слово Божие Это Очень опасно Пророческие Духи Послушны Пророкам Слушайте Внимательно Так Говорит Библия Это Серьезное Слово Дальше Я дал Ей Время Покаяться Слава Богу За милость Божью Он Дает Всем Время В любодеянии Ее Но она Не покаялась Вот я Повергаю Ее на Одер И Любодействующих С нею Великую Скорбь Если не Покаются В делах Своих Некоторые Они просто Обольщаются Этим Духом Изавели И И Мы Мы Должны Спас Слушайте Я хочу Вам Еще Одну Вещь Сказать Со Сцены Людей Которых Я Не Помазывал И Не Ставил На Определенные Служения Как Быть Лидерами Домашних Ячеек Или Как Быть Старейшинами В этой Церкви Если Они Вам Что Там За Дверями Говорят Я За Это Не Отвечаю Потому Что Многие Люди Не Слушают Мои Проповедь И Не Двигаются В нашем Учении Они Просто Приходят И Уходят И При Этом Говорят Мы С Вами Но Они Не Слушают Наши Проповеди И Поверьте Мне Когда Они Не Едят Хлеб Который Бог Дает Здесь Через Пастыря Они Не Могут Ити В Нашем Духе И Им Тяжело И Мы Их Не Осуждаем И Они Могут Придумывать Свои Учения Поэтому Я Не Отвечаю Я Просто Говорю Когда Ты Слышишь И Тебе Начинает Казаться Что То Здесь Не То Знай Я Их Не Помазывал На Это Служение Я Не Говорю Нам Не Здесь Сегодня Вообще Вы Сегодня Здесь Вы Что То Сегодня Как То Вы Здесь Сегодня Или Нет Я Просто Сегодня В Духе Угу Знаете Что Я Не Я Не Давал Им Такую Обязанность Поэтому Они Могут Вас Научить Иной Раз Люди Приходят От Того Что Пообщались С Кем То И Они Настолько Хмур И Настолько Разбитые Полностью Ты Вроде Боих Исцеляешь Молишься За Них Благословляешь Помазание Приходит Потом Он Пошел Ну Просто Наелся Этого Духа Напился Его И Весь Разбитый И Ты Говоришь Что С Тобой А Где Ты Был А Я Был Там А Что Ты Слушал Ребята Ну Вы Что Это же Серьезно Бог Дает Время Покаяться Но Если Не Покаяться В делах Своих И Детей Ее Поражу Смертью И Уразумеет Все Церкви Что Я Есть Испытывающий Сердца И Внутренности И Воздам Каждому Из Вас По Делам Вашим Это же Говорит Иисус Христос Как Мы Уже Разучились Слушать Слово Божье И Есть Агнца Со Всеми Внутренностями Его Как Мы Слышали Здесь Мы То Что Нам Нравится Берем Поверьте Мне Мы Должны Быть На стороне Елисея Мы Должны Быть На стороне Тех Людей Которые Не Преклонили Колено Ваал Мы Должны Быть Такими Людьми Мы Не Призваны Будучи В Иисусе Христе Быть В духе Изавели Или Действовать В этом Духе Нам Нужно Разрушать Этот Дух Нам Нужно Противостоять Этому Духу Нам Нужно Двойное Помазание Который Дал Нам Иисус Христос Как Своей Церкви Для Того Чтобы Противостать Этому Духу Противостаньте Дьяволу И что Сделает Твердая Вера И что Убежит От вас Иисус Зная С чем Мы будем Встречаться Дал И оставил Нам Двойное Помазание Это Помазание Может Проявляться В мудрости Это Помазание Может Проявляться В такой Вещи Как Мир Божий Как Шалом Это Помазание Может Проявляться В силе Оно Проявляется По разному Но это Одно И то же Помазание Помазание Иисуса Христа Кто-то Слышит Меня Помазание Иисуса Христа Он нам Дал Это Помазание Для того Чтобы В мудрость Он сказал Когда вас Приведут И будут Говорить С вами В их Синагогах Судах И так далее Он говорит Не заботьтесь Что сказать Слушайте Что он сказал Дух Отца Вашего Будет Говорить Через вас Это Помазание Это Двойное Помазание Иисус Христос Сказал Я ухожу И мир Свой Оставляю Вам Не даю Вам Так Как дает Этот мир Я даю Вам Свой Шалом Не оставлю Вас Сиротами Придет Утешитель Дух Святой Это Помазание И помазание Проявляется По разному В разных Сферах И по разному В разных Обстоятельствах Иисус Христос Сказал Что Все даю Вам Это Помазание Помазание Оно Учит Нас Как Сказал Апостол Иоанн В первое Иоанна Вторая Глава Двадцатый Стих Двадцать седьмой Стих Я извиняюсь Он Говорит И тому Чему Научило Вас В том Прибывайте Понимаете Дорогие Мои Мы Нуждаемся В этом Помазание Для того Чтобы этому Миру Мы могли Явить Откровение Сынов Божьих Потому что Мы являемся Детьми Божьими Мы Нуждаемся В двойном Помазании А если Мы Сами Пребываем В духе Изавели И действуем В этом Духе Как Мы Можем Принести Откровение Кому То Вы Знаете Просто Невероятно Я вообще Никак Не могу Состыковать Это И в основном Это сестры Простите Меня Сестрички Одна Сестра Была И есть Я помню Там У Виктора Блюма В церкви Она же Приводила Людей Господу Слушайте Внимательно У нас Тоже Есть Такие Очень Жаль Она же Приводила Людей Господу Бог Так Сильно Действовал Через Дар Евангелиста Через Нее Через Призвание И она Жи Их Сажала И осуждала С ними Пастыря И церковь И так далее Только Пришел Человек Это Дух Изавели И она Говорит Почему Вы меня Не пускаете В церковь Да Потому И уже 10-15 лет Не хочет Исцеляться Освобожать Она Пришла Мне Один раз Говорит Помолитесь За мое Освобождение Ну Я Помолился Ничего Это Твое Личное Решение И здесь Многие Из вас Сидят И осуждают Меня И церковь И других Людей Которые Действуют Здесь В Духе Святом Телевидение Там Прославление Я не знаю Пни Наури Я не знаю Это Дух Изавели Иной раз Дух Изавели Действует Так Резко Я убью Тебя Илья А иной раз Он действует Тихо Потихонечку Я буду Служить Я буду Все делать Пастырь Вот так Надо Пастырь Вот так Надо И как только Ты скажешь Стоп Отпот До сих пор Все этот Дух Взрывается Кто-то Слышит Меня Здесь Да Помилует Господь Нас Да Помилует Нас Господь Дух Изавели Говорит Если не будет По-моему То я Уйду Слава Богу Мы говорим Этому Духу По-твоему Не будет Во имя Иисуса Христа Уходи Мы говорим Вначале Уходи Из человека Он не уходит И раз Изгоняешь Его из человека Он встает Вместе с человеком Уходит Ну что делать Бог же должен Очищать Свою церковь Как-то Вы понимаете О чем я говорю Приводят Приводят Людей К Богу А потом С ними Начинают А они Они говорят А мы думали Вы такие Святые Мы думали Вы такие Все Потому что На самом деле Помазание действует Ну Свет Приходит И так далее Все-таки Бог же живой Он все-таки Живет Внутри нас Да Дары И призвания Не приложены Сколько Вы пребываете В своем Скайпе И в своем Интернете Для того Чтобы осуждать Пастыря Ку-ку Я сегодня В духе Дорогие Я это не говорю Для того Чтобы вас Осуждать Я говорю Потому что Я вас люблю Прекратите Это делать Потому что Бог говорит В откровении Бог Иисус Христос Он говорит Я дал Время Покаяться Когда высвобождена Такая проповедь Остерегайтесь Потому что Бог хочет Вас благословить Бог хочет Чтобы выходили В двойном Помазании Бог не хочет Чтобы ваша Судьба Была разрушена Это не Его воля Для вас Это не Ваша Судьба В Боге Остерегайтесь Драгоценные Вы только что Просмотрели Программу Общины Царь Великой Славы Огонь Сиона Я верю Что Бог Коснулся Вас И что-то Произошло Сегодня С вами После этой Передачи Если это Произошло В вашей жизни Напишите Нам Позвоните Нам Поделитесь С нами Вашим Свидетельством Мы хотим Радоваться Вместе С вами Также хочу Обратиться Ко всем Братьям И сестрам По всему Лицу Земли Все кто Слышат И видят Меня Сегодня Станьте Партнерами Нашего Служения Для того Чтобы Это Благовестие Евангелия Царства Божьего Распространялось В Израиле Чтобы Вы Стали Сопричастниками Благодати Божьей Которую Он Изливает В Иерусалиме Просто Откройте Свои Сердца Я призываю Вас Сегодня Молиться За нас Я призываю Вас Сегодня Стать Нашими Финансовыми Партнерами Пусть Бог Авраама Исаака Иакова Обильно Благословит Вас Помните Что Всякий Человек Который Строит Дом Божий Который Строит То Что Касается Бог То Что Касается Его Сердца То Что Пришло От Него Бог Строит Его Дом И Поэтому Если Вы Будете Заботиться О Божьем Бог Позаботится О Вашем Пусть Бог Благословит Вас С вами Был Сегодня Пастор Орон Левари Мессианская Община Царь Великой Славы Шалом Мы Встретимся В Следующей Передаче Ты Олз Он Я Я Я Я Я Олз Эйли Олз Эт Олз Субтитры создавал DimaTorzok